Добрый день, уважаемые инвесторы! Вчера мы уже говорили о том, что Минфин выбрал в этом среду более удачную тактику, предложив в итоге два выпуска ФАЗ, среди которых были 10-летние и 3-летние бумаги. В прошлый раз предлагался один выпуск 7-летних бумаг на 33 с лишним миллиарда рублей, в этот раз каждый выпуск предлагался по 10 миллиардов рублей. В итоге это принесло свои плоды. Более длинных 10-летних бумаг удалось разместить на 7,49 миллиарда рублей, более коротких на все 10 миллиардов рублей при спросе в 23,76 миллиарда рублей. Доходности фактически легли на верхней планке озвученных ориентиров, были лишь немного ниже, предлагали премии к вторичному рынку оба выпуска, чем мы участники рынка и воспользовались. Собственно, что касается вторичного рынка Костдолга, то здесь вчера цены ФАЗ умеренно снизились. Уже после проведенных аукционов нефть бренд усилила свое падение, в итоге потеряв за день более 1%, конечно, сильно влияет нефтяное настроение на настроение ФАЗ, поэтому такие логичные перебалансировки и происходят сейчас. Пришли свои новые инфляционные данные, обновились именно недельные данные. Так, инфляция за последнюю неделю ускорилась до 0,2% с предыдущих 0,1%. В годовом выражении осталось на уровне 6,5%. Ну и с начала месяца цены выросли на 0,8% по сравнению с прошлогодним результатом в 1,2%. В очередной раз Эльвира Набиулина высказалась по данному инфляционному поводу, сказав, что инфляция остается главным ориентиром Банка России, точнее снижение инфляции. И также была видоизменена формулировка прогноза. Было сказано о том, что Банк России надеется на вхождение инфляции в целевой диапазон к концу года. Ранее была формулировка немного иная, что инфляция должна войти в целевой диапазон во втором полугодии. Не уточнялось в каком квартале, в каком месяце. Собственно, мы получили более осторожный прогноз. Банк России решил подстраховаться на лишний раз. То есть прогноз на конец года является такой удлиненной версией, более осторожной. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.